Из ротовой полости пищевой комок проходит через глотку в пищевод. Рентгеновская съемка показывает, как он движется по этой узкой вертикальной трубе. Стенки пищевода волнообразно сокращаются, проталкивая пищу. И через несколько секунд она попадает в самую широкую часть пищеварительного тракта, в желудок. Проглоченная пища скапливается в верхнем отделе желудка, перемешивается и укладывается слоями. В толщей слизистой оболочке желудка находится по меньшей мере несколько миллионов маленьких желез. Эти железы выделяют в полость желудка смесь ферментов, слизи и соляной кислоты, желудочный сок. Несложный опыт показывает, как желудочный сок переваривает белки. За 8 часов от лягушачьей лапки, помещенной в сок, остаются почти одни кости. Важное условие нормального пищеварения – это умеренность в еде. Сигналы насыщения, свидетельствующие о заполнении желудка пищей, поступают в головной мозг в течение примерно 20 минут. Поэтому люди, которые едят очень быстро, подвергаются опасности переедания. Мало пользы желудку и от чрезмерно горячей и острой пищи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова